Это вот наша кухня. Кухня мне нравится. Вот эта печка стоит. Вот 40 с лишним лет я живу, она все стоит. Галина Евгеньевна утром натопила печь. В доме тепло, но на душе неспокойно. Мэрия в очередной раз запланировала снести ее дом, подготовила оценку. За три с лишним сотки земли и 37 квадратных метров дома дают чуть больше трех миллионов рублей. Хозяйка такой оценкой недовольна. Стоимость жилья вышла ниже кадастровой, хотя обычно наоборот. Галина Евгеньевна переживает, что за предложенные деньги не сможет купить достойного жилья. К тому же на своей земле жить привыкла. Ранее она делала независимую оценку и получилось больше – 5 миллионов. У нас баня, огород, теплица. Здесь подполье, подвал кирпичом обделанный хороший. Машина стоит рядом с домом, гараж какой-никакой есть. Дровяник мы сделали под дрова, чтобы не мокли. Но как-то старались все по-хозяйски делать. А этого нас всего лишают. Жителей Пролетарской снести хотят уже в третий раз. Сначала частник хотел построить здесь офисный центр. В прошлом году мэрия зарезервировала эту землю под строительство развязки с Волочаевской на Копылова. В этот раз сносить планируют под будущую станцию метро. В планах очистить 11 участков и 14 строений. Но жители с оценкой мэрии категорически не согласны. Представители администрации настойчивы. Они организовали специальную встречу, чтобы уговорить людей взять то, что дают, и разойтись миром. Без на выкуп ваших земельных участков на следующий год не предполагается. Вы это должны понимать. В этом году деньги есть. Их можно получить. Но жители непреклонны. Они готовы и дальше жить в окружении магистрали и дорожного шума, лишь бы получить достойную компенсацию. Тем более, что строительство станции метро здесь в ближайшие годы не планируют. Больше, чем у половины, есть надворные постройки. Может, те же бани, как вы сказали. Но не оформили в свое время. Кто-то оформил, кто-то нет. Тот же забор, ворота, деревья. Да это же вообще ничего не было посчитано. Этот спор можно было разрешить цивилизованно. В этом случае, когда жители не согласны с оценкой, мэрия может подать в суд и там установить истинную компенсацию. Как правило, таким образом собственникам удается получить больше. Но администрация в суд идти не хочет. Если говорить по-честному, то, по крайней мере, для половины из тех, кто сегодня здесь присутствовал, эта процедура приятная. Они никогда бы в жизни не смогли решить свои жилищные условия иным способом. Потому что на сегодняшний день стоимость их дома фактически утрачена. Потому что они уже в ветхе. Если договориться полюбовно мэрия и жители не смогут, то эти дома останутся на том же месте. Гостям универсиады наверняка будет интересно посмотреть, какой он настоящий одноэтажный Красноярск. Виталий Поляков, Михаил Зинкевич, Александр Тропин. Новости ТВК.